Активную деятельность в стенах историко-культурного центра Ирина Москаева ведет с 2007 года. Здесь она проводит музыкальные и поэтические встречи, организует концерты. Большое внимание педагога направлено на развитие детей. Многие годы она рассказывает школьникам об удивительном мире музыки. Музыка, она многогранна, она велика. Мир звуков окружающей ребенка слишком велик и непонятен. Поэтому в этом мире нужно помочь провести его. Провести через хорошие пути к хорошей, славной, прекрасной музыке. Сегодня в гостях у педагога были первоклассники. Специально для них Ирина Васильевна подготовила урок под названием «Пусть всегда будет солнце» по произведениям советского композитора-песенника Аркадия Островского. Игрушки, книжки спряла, Ати, лавы, и фанрушки ждут, дыряла. Прозвучали знакомые и любимые старшему поколению произведения. И хоть большинство детей эти песни услышали впервые, было видно, что эта музыка близка и понятна им. Музыка очень-очень прекрасна. Классный руководитель Елена Ремезова рассказала, что уже несколько лет приводит ребят на уроки музыки к Ирине Васильевне и считает эти занятия важными для развития детей. У них расширяется представление о современной музыке, о музыке прошлых лет, особенно о музыке советской эпохи. Занятия всегда очень увлекательные. С помощью используются презентации. Мы смотрим отрывки из спектаклей, балетов, кинофильмов, мультфильмов. Урок продлился всего 30 минут. Но сразу после занятий дети стали хором исполнять только что услышанные песни. А значит, в их душе зародилась любовь к хорошей музыке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Ирина Москаева в этом году стала победителем премии «Наша Подмосковья» с проектом «Жизнь с хорошей музыкой». Цель проекта – приобщение молодежи и детей к пониманию настоящей и красивой музыки. И хоть о победе она не думала, узнав, была рада признанию своего многолетнего труда. И это все отразилось именно в конкурсе «Наша Подмосковья. Жизнь с хорошей музыкой». То есть мы здесь живем, мы творим и мы радуем всех наших видновчан. И к нам действительно стараются прийти. Зал у нас всегда полон на наших концертах. Ирина Васильевна живет музыкой. За годы работы в центре было проведено около тысячи музыкально-поэтических встреч и ретро-вечеров памяти певцов и композиторов. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Евгений Садовский. Видное ТВ.